Здравствуйте! Сегодня я постараюсь помочь вам разобраться в ответе на вопрос Как выбрать мультиметр для дома? Этот прибор в народе больше известен под названием тестер. Слово мультиметр, мульти много, метр измерять означает, что прибор выполняет много различных измерений. Зависимость здесь очень простая. Чем больше такой прибор выполняет измерений и чем выше точность этих измерений, тем цена такого прибора больше. Это видео не для супер специалистов, а для тех, кто просто хочет купить мультиметр для дома. Для тех, кто слышал о том, что такой прибор существует, но не знает в чем их разница и какой ему подойдет. Как же выбрать мультиметр для дома? Сейчас вы все узнаете. Для дома, если вы конечно не специалист по электронно-бытовой технике, не играет огромную роль точность измерения в сотых или даже десятых частях. Какая разница, если мультиметр показывает напряжение 6 вольтовой аккумуляторной батареи 6,2 вольта или 6,3 вольта? Главное в том, что проверка показала рабочее состояние батареи. Также мультиметром рядовой житель в домашних условиях измеряет всего несколько параметров. Первый параметр это прозвонка. Определение целостности кабеля, проверка исправности какой-то детали, например, диода или прибора в целом. Возьмем, например, лампочку накаливания. Если она сгоревшая и не работает, тогда имеется обрыв проводки в ней и прозвонка покажет отсутствие контакта. В данном случае лампочка исправна. Второй параметр это измерение постоянного напряжения батареек, аккумулятора или зарядного устройства. И третий параметр это измерение переменного напряжения в сети. Для более продвинутых домашних электротехников довольно редко возникает необходимость еще измерить сопротивление и силу тока. Практически рядовой житель в домашних условиях пользуется только первыми тремя функциями мультиметра. Поэтому покупать для дома дорогой и многофункциональный мультиметр нет никакого смысла. Запомните это навсегда. А теперь конкретно о бытовых мультиметрах, которые предоставлены на нашем рынке. Здесь я расскажу о самых дешевых, которые нужны дома. Большинство их имеют основной набор перечисленных выше необходимых функций. Это прозвонка, измерение постоянного переменного напряжения, постоянного тока и сопротивления. Самый дешевый из мультиметров, его цена около 2 долларов, это вот такой стрелочный по научному аналоговый мультиметр YX1000. У него точность измерения прямо скажем никакая. Но что важнее, у него очень слабый корпус, а измерительные щупы сделаны из очень тонкого кабеля. Поэтому таким мультиметром пользоваться небезопасно. Кроме того, очень сложно простому человеку разобраться в дисплее этого мультиметра. Ведь для каждого измерения у него предусмотрен свой раздел на дисплее. Поэтому такой мультиметр лучше вообще не покупать. Или если покупаете, то только для прозвонки. Самая популярная модель это мультиметры 830 серии и их разновидности. DT830B, DT832 и DT838. Обратите внимание на буквы спереди и в конце номера мультиметра. От этих обозначений очень зависит качество и цена приборов. Самые дешевые производятся с буквами DT спереди. Мультиметры 830 серии имеют уже более прочный корпус и потолще кабель в измерительных щупах. Недостаток их в том, что шкала измерений имеет мало делений. Но для дома их вполне хватает. Чем же они отличаются друг от друга? Мультиметр DT830 с английской буквой B самый дешевый из этой серии. Цена около 3 долларов. Отличается он тем, что прозвонка у него без звукового сопровождения. И отражается только на дисплее прибора. Что достаточно неудобно, но терпимо, если пользоваться этим прибором редко. Мультиметр DT832. Цена на пол доллара дороже. Отличается только тем, что имеет прозвонку со звуком. Очень удобно, кстати. Мультиметр DT838. Стоит еще на пол доллара дороже. Около 4 долларов. Имеет прозвонку со звуком. И датчик для измерения температуры. Термопару. Который работает с погрешностью в 1-2 градуса. И которым вы никогда, я так думаю, не будете пользоваться дома. Все остальные функции у этих трех мультиметров полностью одинаковые. Из этой серии я советую покупать для дома мультиметр DT832. Это самый оптимальный и дешевый вариант. Далее по ценовой категории идут мультиметры 92 серии. Это DT9205, DT9207, DT9208. Они в 2-3 раза дороже. 830 мультиметров. Цена от 7 до 10 долларов и выше. Имеют хорошо защищенный корпус с дополнительным съемным защитным чехлом. И довольно хорошие измерительные щупы. Сейчас на видео вы можете сравнить качество измерительных щупов различных мультиметров. Вот такие измерительные щупы имеют мультиметр YX1000. Такие они у мультиметров 830 серии. И такие у мультиметров 92 серии. Как видите, разница заметна и довольно сильная. Шкала измерений у мультиметров 92 серии имеет больше делений, чем у 830. Также эта серия имеет дополнительные функции, которые в домашних условиях вообще не нужны рядовому жителю. Из этой серии советую купить мультиметр для дома DT9205A. Он самый простой и самый дешевый в этой линейке. Также имеет все необходимые функции измерений. Более дорогие мультиметры брендовых производителей покупать для дома не советую, так как не вижу в этом никакого смысла. Но если желаете, могу предложить очень удобную и хорошую модель мультиметра WC61. Этот мультиметр наполовину дороже, чем DT9205A, но имеет высокую точность измерения и по своим характеристикам он ближе к профессиональным приборам. Хочу особое ваше внимание обратить на то, что в продаже есть мультиметры первого, второго и третьего сорта. Иногда они отличаются цветом, надписями, упаковкой, весом, комплектацией. Но чаще всего отличить их можно только разобрав и посмотрев начинку в середине самого мультиметра. Этого вам, конечно, сделать в магазине не позволят, да и нужно иметь некоторые знания, чтобы определить, к какому сорту относится данный прибор. Первый сорт делает завод из качественных материалов по утвержденным технологиям. Второй сорт также делает завод, но из дешевых материалов заменителей по упрощенной схеме. Соответственно, его качество хуже, а срок службы и цена меньше. И третий сорт это брак или некондиция. Мультиметр работает, но с огромными погрешностями при измерении или не работает одна из его функций. Все зависит от того, какого сорта вы купите мультиметр. Для примера, на экране вы сейчас видите два мультиметра DT9205A. Слева это первый сорт, а справа второй. На первый взгляд они ничем не отличаются по внешнему виду. Цветовая гамма и рисунки на упаковке практически одинаковые. Измерительные щупы у них также одинаковые. Внешний вид самых мультиметров вроде бы тоже одинаковый. Но присмотритесь повнимательней. У второго сорта клавиша включения расположена справа, у первого слева. У второго сорта отсутствует клавиша hold, которая фиксирует результат измерения. У первого она присутствует. Кроме того, у первого сорта дисплей поворотный, а у второго он фиксированный. То есть у него нет возможности изменять наклон. Теперь давайте сравним толщину этих приборов. Вы видите, что мультиметр первого сорта значительно толще, чем второго. Что делается внутри этих внешне одинаковых приборов, насколько упрощена схема приборов второго сорта, никому не известно. Поэтому мультиметр для дома советую покупать только у проверенных продавцов и недалеко от своего дома, которым вы полностью доверяете. Выбирайте мультиметр для дома из двух самых простых и дешевых моделей. Это мультиметры DT832 и DT9205A. Их функций вполне достаточно для измерения различных параметров рядовому жителю в домашних условиях. Только внимательно смотрите, к какому сорту относится данный прибор. Спасибо за внимание и всего вам доброго! Субтитры делал DimaTorzok